Сегодня один из редких дней, когда оба моих ребенка в одно время учатся. Поэтому я могу спокойно никого не ждать, никого не встречать, идти погулять. Ночью был дождь у нас. Погода пасмурная. На самом деле тепло. Алжир такой размеренный. Время почти 10 часов утра. А многие магазины закрыты. Многие магазины начинают работать после 10 часов утра. Смотрите, дома какие интересные. Кстати, вот смотрите, строится новый дом. И он трехэтажный, да? Потому что первые этажи это гаражи для аренды. И вот целый этаж будет рассчитан на одну семью. Я в таком была. К сожалению, мне не разрешили заснять. Меня часто спрашивают, почему видео такого формата, что практически не показываю людей, быт, себя. Ой, ребята. Мне так трудно это пока объяснить. Возможно, однажды. Просто хочу сказать, что Алжир это не то, что даже другое государство. Это, может быть, другая планета, которую либо надо полюбить, может когда-то просто принять, либо не быть здесь. Потому что она в корне отличается к тому, к чему привыкли мы с вами. Смотрите, эвкалипт. Видите, как у него кора, интересно, облезает. И это дерево не горит. Ну, если прям сильно плавание, пламя, конечно же, сгорит, просто жароустойчивое, считается, это дерево. Пахнет прям эвкалиптиком. В Алжире запрещено снимать. Люди множество суеверные. Как вы знаете, это мусульманская страна. Большая часть страны мусульмане. Есть другие религии, но это крайне редко. Как вы видите, очень они скрытные. Видите всегда жалюзи. Многие семьи живут закрыт даже. Ой, тут стройка. Мамочки. Папочки. Подальше от этих. У них всегда какие-то матовые окна, чтобы люди, не дай бог, не посмотрели. Жалюзи. И поэтому многие люди даже днем живут с искусственным светом. Включают, да, свет? Чтобы, не дай бог, кто-то не посмотрел в их окна. Женщины очень боятся, что их снимут на камеру. Например, моя учительница прислала мне готовое видео праздника с мечети, где она была одета в никабе. Никабы, это где видны одни глаза. Я спросила разрешение. Смотрите. Отвлекусь. Стройка. В Алжире вот очень-очень-очень. Очень много стройки. Все строится, строится, перестраивается. Люди так легко покупают, сносят, строят. Новые, старые. Интересно. Продолжу про учительницу. Она сразу начала мне писать. Мол, Таня, нет, нет, пожалуйста, не выкладывай мое видео. Мой муж против. Ну, я бы встретила тебя на улице, бы даже не узнала. Но при этом нет, нельзя. И тут я не могу понять. Ладно, там, допустим, когда лицо видно, но когда только твой силуэт и глаза, нельзя. У некоторых я просила заснять, как готовят. Особенно мне интересно, как готовят в деревнях, потому что там сохранены еще традиции. Много-много там всего готовят. Ничего практически не покупают. Потому что в городе же у людей мало времени, как и во всех крупных мегаполисах. Много стали покупать готовой еды. На что в деревне настолько суеверные люди, что не разрешают снимать даже их кисти пальцев. Не то, что сбоку. Кисти пальцев, руки. Конечно, это очень странно. Это не понять. Но как можно осуждать, если это целое общество так? Есть, конечно, исключения. Я не могу всех под одну гребенку. Но, наверное, есть на то свои причины. Поэтому, мои дорогие, быть блогером в Алжире надо либо путешествовать, снимать Алжир, на что сейчас у меня нет ни ресурсов, ни возможностей. Либо готовить что-то из еды. Местное, традиционное. Насколько я живу своей семьей, муж и дети, то у нас такой смешанный тип питания. В нескольких стран. Еще из необычных домов. Но здесь уже больше похоже. Семейные династии живут. Многие дома, конечно, загляденья. А многие диву, даешься. Как у людей такой фантазии. И вот, видите, опять стройдом. Наверное, тут живут частично. Жалюзи закрыты. Чуть-чуть приоткрывают окна и все. Вот кто-то очень боится. И колючей проволокой. Все обмотано. Но, на самом деле, правильно бояться. Потому что в Алжире много краш. Несмотря на то, что здесь так много доверия, ислам. Пошенники этим пользуются. Прикрываются верой. И при этом крадут. У них популя очень много решеток. Вот этих вот занавесочек. Я просто хотела снять шортс. Поэтому такой формат видео. Не горизонтальный, а вертикальный. А потом подумала, а почему не рассказать немножечко? Не походить, попробовать и так. Потому что, наверное, заметили. Меня сестра сказала, ты что там в готовку далась? Все что-то готовлю, готовлю. А я и правда в готовку далась. Так вот вам интересно посмотреть. Ребятишки тут гуляют, не учатся. Видите, никаких площадок. Сидят на тротуарчике, играют. Та шлатно они еще без велосипедов. Когда велосипеды и во время, когда много машин есть. Здесь вообще ничего не разрешается снимать. Например, я бы хотела снять достаток чьей-то семьи. Но они это очень прячут. Боятся сглаза. Счастье любят тишину и так далее. Поэтому в Алжире совершенно не получится вести блогерство. Как, например, в Индии показывают всю жизнь наизнанку. В Корее, да, девчонки, много показывают. Нет, Алжир. Как был таинственный, так он и останется. Таинственный, я думаю. Почему я не снимаю себя? Не снимаю себя я по нескольким причинам. Я хотела иметь канал другого формата. Но мой муж категорически другого мнения. И да, кстати, выходя замуж за Алжирца, знайте, что муж всегда прав. Все по-другому быть не может. Он не разрешил мне снимать себя. Что-то полиция тут. Стоят посреди дороги. Кого-то ищет, наверное. Это тачки стоят утром, убирают. Хотя, видите, да, как чисто. Потом тачки так привешивают. Сначала я была категорически не согласна с этим. Старалась найти какой-то компромисс в плане, может, я буду как-то одеваться там, как тебе нравится. Но нет. Он категорически против. И хотя я считаю, что у нас семья такая современная. Они принимают и русскую еду, потому что с этим здесь большая проблема. Девочкам прям обидно, что они хотят даже попробовать нашу еду. У меня и в одежде более такие, в путешествиях, в учебе, развитии. Во всем они современные. Ну вот, например, я снимала праздник в семье. Свадьбу. И там были, видно, только платья, ноги. Все, до пояса женщины сняты. На что меня попросили удалить видео, потому что это прям вызвало такой негатив в семье. Опять-таки же, круто быть блогером в Алжире. В общем, поставил мне такой он ультиматум, что нет, себя не снимать, детей не снимать, его не снимать. Я на самом деле даже выбирать не стала. Естественно, у меня семья будет на первом месте. Поэтому я стараюсь для вас снимать по возможностям. Вторая причина – то, что я уже интегрируюсь в данное общество. Много лет уже на это, конечно, прошло. С конца я не интегрировалась, но все же. Я уже понимаю, маленько вижу, знаю опыт предыдущих каких-то наших женщин, где дети через какое-то время начинают стесняться, что родители, например, ходят без платка, просят не подходить к школе и так далее. Смотрите, оливки. В Биджайе уже собирают около моря. У нас еще какие-то зелененькие. На улице прям растут. И я понимаю прекрасно, что если я сейчас буду показывать себя, меня начали смотреть алжирцы. Я вижу по аналитике, по статистике, что меня смотрят в Алжире. Конечно, понимаю, что это большая часть русскоговорящих. Но, например, вся моя семья смотрит. Невестки и так далее знают, где что, когда я, где я была, куда я ездила. Поэтому муж попросил, что лайка особо не будем рассказывать. Если в России можно стать звездой какой-то, и тебя будет уважать, что ничего себе, лидер мнений, то в Алжире, не в самой столице, конкретно про наш город, может обернуться другой стороной медали для моих детей. То есть это будет какой-то повод для того, чтобы их обидеть, что мама вот такая, не такая. На самом деле совсем непонятно, что с этим Ютубом. Мне хочется просто жить, развиваться. Я помимо Ютуба много что здесь делаю. Вот, научилась перебегать дороги. А то раньше стою, стою, когда меня тут пропустят. Фиг пропустят. Зато приехала, как одичалая, в Россию стою на пешеходном переходе. Вдруг останавливаются машины и тоже стоят. Я стою, а они стоят. Потом понимают, что никто не поедет, пока я не перейду. А в Алжире приходится перебегать. И детям, и взрослым. Побродила я полчасика. Поболтала тут с вами. Можно прям, кстати, эфиры какие-то, наверное, открывать. Читать ваши вопросы, сеять где-нибудь в парке. И отвечать на них. Потому что в голове такой беспорядок, что можно было бы порассказывать. И это, наверное, на весь день. Лучше бы поотвечать на вопросы. На самом деле, я тут не бесцельно блуждаю. Я иду по делам. Уже практически пришла. Привет! Поэтому буду прощаться. Надеюсь, вам было интересно. Если не трудно, поддержите подписочкой. Пальчик вверх. И до новых встреч!